А теперь о переговорах в Мюнхене, который в последние дни стал центром мировой политики. Сегодня там открылась международная конференция по безопасности, в которой участвуют около 30 глав государств и правительств. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Основная тема повестки дня — кризис на Ближнем Востоке. Накануне в Мюнхене глубокой ночью было принято принципиальное решение о прекращении огня в Сирии. Подробности мюнхенских встреч и дискуссий в репортаже нашего корреспондента Ивана Благова. Если в прошлом году Мюнхен встречал министров и глав государств морозами, то в этом настоящей весной с цветущими крокусами. И это в феврале. Кто-то из гостей уже видит в этом хороший знак. Ледниковый период в мировой политике может завершиться. Есть общий враг, террористы ИГИЛ и общие цели — наконец-то остановить гражданскую войну в Сирии. Этой ночью во время встречи международной группы по поддержке Сирии здесь, в Мюнхене, уже удалось многого добиться. Самое главное, что созданы механизмы, которые будут работать на основе консенсуса, под сопредседательством России и Соединенных Штатов, как по гуманитарным вопросам, так и по выработке параметров для перемирия. И я думаю, что такая схема создает надежный заслон на пути попыток в одностороннем порядке какие-то решения навязывать. Перемирие в Сирии может наступить через неделю, но пока лишь в теории. Слишком много вооруженных группировок воюет на сирийской земле. И слишком много стран завязли в поддержке разных сил в этой гражданской войне. Официальный Дамаск, впрочем, к переговорам готов. Конечно, не со всеми. Мы верим в силу переговоров и политические усилия с самого начала кризиса. Однако, если мы ведем переговоры, это не значит, что мы перестанем бороться с терроризмом. Оба пути неизбежны в Сирии. Первый путь переговоров, второй борьба с терроризмом. И эти два пути независимы друг от друга. Сейчас сирийские войска при поддержке российской авиации ведут успешное наступление в районе Алеппо. Баланс сил, очевидно, изменился. И это, по-видимому, сильно раздражает некоторых членов коалиции во главе с США. Насчет Алеппо. Ну, Джон сказал, что его тревожит, как он выразился, последние агрессивные действия правительства. Ну, если освобождение города, который заняли незаконные вооруженные формирования, можно квалифицировать как агрессия, ну, наверное. Но наступать на тех, кто завоевал твою землю, необходимо. Тем более, что это делали прежде всего Джабхат Ан-Нусра, а также в этом районе до сих пор западные пригороды Алеппо контролируются вместе с Джабхат Ан-Нусрой, Джейш Алисламом и Ахрар Ашшамом. Террористы до сих пор держат в блокаде многие сирийские города. Гуманитарная ситуация чудовищная. Действовать нужно немедленно. Россия уже доставляла по воздуху гуманитарную помощь в блокированные сирийские города Соединенные Штаты еще ни разу. Теперь такой интерес появился. Вообще, многое здесь в Мюнхене происходит впервые. Например, наконец удалось договориться о прямых контактах между военными, представляющими коалицию во главе США и командованием российских воздушно-космических сил. В эти минуты в Женеве должна начаться первая встреча рабочей группы по Сирии, которая будет заниматься гуманитарными вопросами. Снабжение гражданских продовольствием и лекарствами должно быть налажено очень быстро. Это тоже стало возможно благодаря встрече в Мюнхене. Во-первых, мы договорились ускорить и увеличить поставки гуманитарной помощи. Это решение вступает в силу немедленно, уже на этой неделе. В первую очередь, в районы, где самое тяжелое положение. В ДРС Зор, Эль-Фуа, Кефраю, осажденные пригороды Дамаска, Мадаю, Муадамию и другие районы, где люди страдают больше всего. Сегодня Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии. У саудитов в Сирии свои интересы. Подробности переговоров не сообщаются. Между тем, конечно, наивно думать, что столь кровавый конфликт можно разрешить быстро, лишь с помощью дипломатии. Никуда не делись, например, заявления представителей ряда стран Персидского залива о возможном вводе своих войск в Сирию. С критикой подобных идей сегодня выступила Италия. Об опасности такого сценария в интервью немецкому изданию «Хандельсблат» заявил и российский премьер Медведев. Его тоже сегодня ждут в Мюнхене. Наземная операция — это интеграция всех, кто в ней участвует, в войну. Вот американцы должны взвесить. И президент Соединенных Штатов, и наши арабские партнеры, они хотят перманентной войны? Они что, думают, что они ее очень быстро выиграют? Так не бывает, особенно в арабском мире. Там все сражаются против всех. Медведев также призвал НАТО и Россию искать компромиссы. Сегодня Сергей Лавров как раз встречался с главой альянса Столтенбергом. Тот говорил об общем враге — ИГИЛ. Тоже вроде хороший знак, но почему-то после подобных слов НАТО принимает решение потратить чуть ли не в два раза больше средств на усиление своего военного присутствия в Восточной Европе, чем на борьбу с террористами так называемого «Исламского государства». Свою обеспокоенность действиями НАТО высказал Сергей Лавров. Диалог продолжается. Мюнхенская конференция по безопасности только открылась. В этом году она самая представительная за все 52 года своего существования. В Мюнхен приехал и король Иордании. С ним сегодня встретился российский министр иностранных дел. Завтра основной рабочий день конференции. Возможны любые сюрпризы и любые самые неожиданные заявления.